Прежде чем я вам расскажу сегодняшнюю тему, и если вас интересует звукорежиссура, подписывайтесь на мой канал, жмите на бубенчик, он же колокольчик в простонародье. Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать о лимитировании. Для того, чтобы нам понять этот процесс, нужно сначала разобраться с основными понятиями. Есть два понятия – форма волны и огибающая. Итак, форма волны. Ну, допустим, это будет кик-драм у нас, то форма волны кик-драм будет выглядеть, ну, примерно вот как-то вот так. Это и есть форма волны. Теперь, если все отрицательные полуволны мы перенесем по модулю на положительные и через макушки этих полуволн проведем мысленную линию. Она будет выглядеть примерно вот таким образом. И это у нас будет огибающая. А это у нас форма. Для чего я вам это рассказываю? Дело в том, что компрессор не работает с формой волны. Он работает только с огибающей. Предположим, смотрите, у вас есть дистошн и есть компрессор. Итак, один и тот же сигнал мы отдаем на дистошн и на компрессор. И у того и у другого прибора есть пороговое значение, порог трэш-холд. И когда мы, эти приборы обрабатывают сигнал, они делают это таким образом. Все, что выше порогового значения, дистошн просто обрежет. И фактически он превратит ваш сигнал из почти синусоиды в трапецию. Ну, здесь макушечка он только чуть-чуть совсем подрежет. Дальше нет. Компрессор также работает от порогового значения. Но, в отличие от дистошн, компрессор не меняет форму волны. Он меняет только огибающую. То есть он мягенько вам вот таким вот образом сгладит эти макушечки. И, соответственно, форма волны не изменится. А к чему приводит изменение формы волны? Изменение формы волны приводит к нелинейным искажениям. Это то, что мы слышим в дистошне. Соответственно, здесь у нас изменится спектральный состав. Он обогатится. Будет большая сильная сатурация. Здесь же нет. Здесь ничего этого не произойдет. Но, при том, что компрессор – это устройство сжатия динамического диапазона, и рейшо определяет степень сжатия. То есть она может быть, допустим, 2 к 1. 3 к 1, 4 к 1. И в конечном счете это бесконечность к 1. Режим бесконечность к 1 – это лимитирование. В этом режиме компрессор не позволяет сигналу подняться выше порогового значения. И, соответственно, он начинает работать точно так же, как дистошн. То есть он обрежет вам все вот эти макушечки, и у вас пойдут нелинейные искажения. Вот это как раз то, что вы слышите очень часто в интернете, когда вы слышите передушенные, передавленные фонограммы, передавленные именно компрессором. Вопрос – как этого избежать? Ну, первое. Компрессор, простите, лимитер, работает с пиковыми уровнями. Он не должен затрагивать средние уровни. Как выглядит сигнал, когда мы делаем мастеринг 9 из 10 треков, которые мы делаем? Они всегда, это всегда треки, основанные на ударных инструментах. Соответственно, выглядят они примерно вот так. И вот эти пики – это наши кик и снейр, кик, снейр, кик, снейр, тум-пам, тум-пам, тум-пам и так далее. Пиковые уровни – это примерно 3-5 дБ. И вот именно в этом диапазоне должен работать лимитер. Но большинство народа в интернете жмет не на 5, а на 8, на 10, на 12. И тогда лимитер начинает работать со средними уровнями. И что происходит? Когда он работает с пиковыми уровнями, он обрезает вот эти вот макушечки. И они настолько кратковременны, что наш слух не улавливает нелинейных искажений, которые возникают. Но как только он начинает работать со средними уровнями, у вас идет нормальный дистошн, вполне полноценный. Но вы же хотите иметь громкую фонограмму. Как добиться громкой фонограммы, не искорежив средний уровень, не допустив компрессор, извините, лимитер в средний уровень? Есть очень простой трюк. Вы можете поставить два лимитера последовательно. И каждый из них будет работать с пиковым уровнем, подожмет его аккуратненько. И второй опять же подожмет эти же пиковые уровни, но каждый из них будет работать на 3-5 дБ. В общей сложности вы зажмете фонограмму на 6, 8 даже или 10 дБ. При этом вы не опуститесь в средние уровни, и средние уровни у вас сохранятся, и фонограмма будет звучать достаточно чисто. Давайте посмотрим это на примерах. Сейчас я сяду за пульт, и вам покажу, как это будет звучать. Итак, друзья, давайте посмотрим, что мы можем сделать с лимитером, и попробуем это все на практике. У нас есть трек, я его сейчас включу. Это обычный клубный трек, мы взяли кусочек такой, когда у вас идет verse, потом при-дроп и дроп. Вау! И... Ну, пока вы слушаете, я загружу лимитер. L3 Вот такой трек. Я уже поставил L3. Теперь давайте посмотрим статистику немастеренного трека. Ну, что мы имеем? Мы имеем integrated loudness минус 15,90. Ну, практически 16 дБ. Ну, то есть нам для того, чтобы его отдать в клуб или куда-либо, нам нужно дожать, по крайней мере, дБ 10. Ну, не 10, хорошо, 8. Итак, давайте посмотрим на лимитер. Первая ручка называется трэш-холд, это порог. Вторая ручка называется output selling. Чем ниже порог, тем сильнее лимитер жмет фонограмму. Кванта из. Вот этот кванта из, он имеет отношение только к входной битности. Это его входная битность, ни в коем случае не выходная. Выходная битность определяется дитерингом. Если у вас стоит выбран дитеринг, то файл будет 16-битный. Если дитеринг стоит нон, то он будет 24-битный. Третья ручечка, кнопочка называется шейпинг. Шейпинг нормал. Ну, так мы его и оставим, или, вернее, так мы сделаем в первом лимитере, мы сделаем нон. И посмотрим, как работает первый лимитер. Есть очень удобная ручечка у L3. Третьего, вот эта кнопочка, она позволяет вам одновременно опускать и порог, и output selling. То есть, таким образом фонограмма жмется, но не становится громче, и вы можете реально оценивать, что лимитер делает с фонограммой. И кнопочка релиз, о ней мы поговорим чуть попозже, я расскажу более подробно. Пока мы ее поставим максимально быстро, это 0,1 миллисекунды. Итак, сейчас я буду опускать одновременно и порог, и output selling, а Attenuation вам покажет, насколько децибел жмется фонограмма лимитером. И заодно вы услышите, что лимитер будет делать с вашими фонограммами. Я думаю, что все слышат то, о чем я говорил. Лимитер стал работать со средними уровнями, и, соответственно, у вас появилась куча нелинейных искажений. Фонограмма вся перекорежена и звучит отвратительно. Теперь давайте потихонечку будем отпускать, будем потихонечку отпускать лимитирование, и до тех пор, пока вы не почувствуете, что все, дальше разницы, дальше работу лимитера вы не слышите. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, субъективно фонограмма все равно становится чуть-чуть громче, поэтому я сделаю компенсацию output selling, чтобы громкость была одинаковой. Ну, субъективно примерно одинаково звучит фонограмма до лимитирования и после лимитирования. Что мы слышим? Как мы можем услышать работу лимитера? Для этого вам нужно обратить внимание на динамику трека, на то, как меняется восприятие кик-драм. По кик-драм всегда очень сразу слышно лимитирование. Если вы слышите, что бочка у вас уходит внутрь микса, и средние уровни поднимаются, вы теряете динамику, у вас нет вот этого толчка и пинка, который мы ощущаем грудью и вот этими вот косточками, и, соответственно, бочка и вся ритм-секция уходит внутрь микса. Итак, сейчас лимитирование у нас идет на уровне до 9 децибел. Слушаем. Байпас. Лимитер. 8 децибел, 9,7, да, и где наша бочка? Она умерла. Она скончалась, бочки нет. Так мы не можем оставить. Значит, поднимаем порог еще, допустим, децибел на 3, и проверяем, слышим мы лимитирование или нет. И опять же выравниваем. Обязательно выравниваете output selling так, чтобы фонограмма до лимитирования и после звучала одинаково. по восприятию, слуховому восприятию. Потому что правило здесь такое. Кто громче, тот и лучше. Just a little bit. Ну, я слышу работу лимитера. Надеюсь, что вы тоже слышите. Опять же, по динамике бочки я слышу, что она ушла вниз, и мы ее потеряли. Мы ее уже завернули в гроб, положили цветы, и уже выносим. Итак, еще раз слушаем. Бочка есть. Ну, бочка есть, но динамику она потеряла. Лимитирование на 9 децибел, это слишком круто для этого трека. Давайте еще отпускать до тех пор, пока мы совсем не будем слышать работу лимитера. Я отпущу сейчас еще на 3 децибела. Было 10, значит, теперь у нас будет 7 по порогу. Соответственно, здесь у нас будет... Сейчас узнаем, сколько будет. Субтитры сделал DimaTorzok В среднем было 4,5, а в пике дошло до 5,7. 5,7 это та граница, наверное, в пике, но это не всегда на всех фонограммах. Это очень сильно зависит от сведения. Чем лучше сведение, тем, наверное, поменьше будет вот эта величина. Но, в принципе, 3,5 децибел работа лимитера не слышна. Сейчас у нас в пике 5,7. И, в общем, на грани, может быть, just a little, только чуть-чуть совсем слышно, что чуть-чуть кик поджимается. То есть чуть-чуть мы теряем динамики. Но в целом, можно сказать, работа лимитера незаметна. Еще раз проверяем. У нас порог стоит на уровне минус 7. И мы посмотрим, какой пиковый уровень у нас будет по лимитированию. Байпас. Ну, смотрите, сейчас у нас в пике 5,7 децибел в дропе. И, в общем-то, можно сказать, что работу лимитера мы не слышим. Just a little bit мы ее ощущаем, но это, в принципе, хорошо. Это нормально. Это допустимо. И, в принципе, лимитер работает с пиковыми уровнями. Теперь следующий момент. Давайте с вами... Мы запомнили, что у нас порог стоит минус 7. Давайте поговорим о релизе. Вот это очень интересный параметр. Он меняется у нас от 0,1 миллисекунды до 10 миллисекунд. Работает это так. Чем быстрее релиз, тем громче фонограмма, тем меньше динамики, тем больше ударные у вас уходят внутрь микса, и тем больше у вас искажений. То есть, лимитер, попадая на пик, допустим, кик-драма или снейра, он резко сжимает фонограмму, лимитирует ее, и тут же ее отпускает. И таким образом подтягивает в средние уровни к пиковым. Фонограммы становятся громче, но, естественно, насыщение, сатурация и искажения появляются гораздо быстрее, чем при 10 миллисекундах. При 10 миллисекундах лимитер, поджимая пик, плавненько восстанавливается к следующему удару бочки. Ну, около 10 миллисекунд, это не так плавненько, но, тем не менее, это существенно заметно, да? И таким образом динамика у вас в треке сохраняется гораздо больше. Но субъективно трек становится тише, по сравнению с 0,1 миллисекунды. И искажений при 10 миллисекундах тоже намного меньше. Давайте я вам это продемонстрирую на примере. Опять опускаем паров. Это уже ужас, а не фонограмма. И теперь я отпускаю релиз. Кик вернулся, искажений стало меньше, но субъективно фонограмма стала тише. Еще раз, туда-сюда, прямо сейчас попробуем пройтись. Хорошо, теперь мы сделаем таким образом. Первый лимитер я поставлю в режиме 10 миллисекунд, для того, чтобы максимально сохранить пампинг и сделать фонограмму максимально качающей, из возможного, естественно. Теперь, вот эти две кнопочки, я уже о них говорил. Это дитеринг. В первом лимитере мы не будем делать дитеринг. И ноисшейпинг. Ноисшейпинг мы тоже отключаем. Теперь мы открываем второй лимитер. И теперь давайте попробуем отстроить второй лимитер. Второй лимитер я как раз возьму с очень быстрым релизом. 0,1. Здесь мы будем делать дитеринг. И здесь мы будем делать ноисшейпинг. Теперь я опускаю. И мы опять подбираем значение порога такое, чтобы мы не слышали работу лимитера. Да, пардон, только мы должны вернуть параметры обратно вот здесь. Это я забыл. Значит, здесь у нас было минус 7. Нет, не так. Ну, не важно. Хорошо. Здесь тоже ставим минус 7. Релиз ставим быстрый. И у нас не было искажений до при минус 7. И, простите, медленный ставим. Не было искажений при релизе быстрым. Поскольку релиз уже стал медленнее, я позволю себе поджать здесь немножко посильнее до 8,5 дБ. То есть я еще 1,5 дБ и прибавил. Первый лимитер у нас работает на 7,1 дБ при пороге 8,5. Теперь мы идем во второй лимитер и подбираем там значение порога так, чтобы, опять же, работу лимитера мы не слышали. Бочку жалко. Не хочу я ее хоронить. Давайте чуть-чуть отпустим. 7,3 дБ это много. Мы ее теряем. Мы ее теряем. Ну, это вполне приемлемо, да? То есть мы сейчас имеем 2,6-3,6 attenuation, порог минус 11, и оба лимитера работают достаточно корректно. То есть фонограмма все-таки остается еще живой и может еще радовать не только нас, но и других слушателей тоже. Окей. Теперь, смотрите, давайте подытожим. Итак, 7,2 дБ мы выиграли на первом лимитере, сохранив пампинг. На втором лимитере мы взяли быстрый релиз и выиграли 3,6 дБ. Итого, в сумме у нас получилось порядка 11 дБ. А у нас было 16, минус 16, да? Интегрированная громкость. Значит, соответственно, наша сейчас будет, ну, если по-честному, наверное, где-то в районе 7 дБ будет у нас интегрированная громкость. И теперь мы должны поднять output selling второго лимитера на минус 0,2. Это требование iTunes. Ну, некоторые стриминговые сервисы просят по-другому вот эти цифры, но вообще, как правило, они где-то минус 0,2, минус 0,3. И теперь посмотрим, насколько громче стала наша фонограмма после лимитирования. Смотрите, если бы мы одним лимитером зажали фонограмму на 10 дБ, то вы помните, я в самом начале показывал, что из этого получится. Это будут сплошные нелинейные искажения, это будет полная жопа, и фонограмму такую лучше никому не показывать. Благодаря использованию двух лимитеров мы поджали фонограмму на те же 10 дБ, но при этом мы не потеряли даже динамику. Даже динамика у нас, в принципе, она сохранилась. Не говоря уже о том, что нет никаких нелинейных искажений, и все очень хорошо. Теперь мы сделаем экспорт-аудио-миксдаун и посмотрим статистику трека, который мы получили. Пусть будет 11, 44, 16, это стандарт-аудио-сиди, в пул и в аудио. Трек, экспорт, ойрайд, новенький сделаем. Итак, аудио статистикс, и смотрим на цифры, интегрейтед loudness, 7, 31. Я сказал 7. Ну, чуть-чуть ошибся, но, в принципе, такая погрешность, она допустимая, и она возможна. И, в принципе, мы получили очень хороший громкий трек. Но на сегодняшний день есть у меня такое соображение. Стриминговые сервисы просят, когда вы им отдаете фонограмму, они умышленно занижают громкость фонограммы на 13-14 дБ. Разные по-разному. Ну, предположим, Spotify, да? Почему они это делают? Потому что человек может послушать на Spotify не только современный клубный трек, не только рок-трек, но и, допустим, Элла Фиджеральд. Или оркестр Глена Миллера, которые записаны там в 45-м году. И, естественно, интегрированная громкость этих треков, она на 15 дБ тише нашей. Жать треки Глена Миллера или Луиса Амстронга – это варварство. Естественно, они этого не делают. Поэтому наши треки современные, они умышленно занижают по громкости, чтобы человеку было комфортно слушать любую музыку, независимо от того, когда она записана. Тогда скажите мне, пожалуйста, а нахрена вот это нам все это делать? Для чего? Если мы все равно отдадим стриминговый сервис, и они там это все, громкость нашу убьют. По-моему, в этой ситуации стриминговые сервисы в конечном счете убьют войну громкостей. И не важно будет, как громко звучит ваша фонограмма, важно, чтобы она была качественной, интересной с точки зрения идеи и музыкальной идеи прежде всего, а не с точки зрения громкости. Потому что, конечно, по психологическому восприятию, кто громче, тот и лучше. То есть 9 из 10 человек из двух фонограмм, независимо от качества, выберут та, которая громче. Окей, если вам нравятся мои видео, ставьте мне лайки, я вам буду очень благодарен. Нажимайте на бубенчик, тогда вам будут приходить уведомления о моих новых видео. Ну и подписывайтесь на наш канал и приглашайте своих друзей. Приходите в гости. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...